Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 октября и я вот подошла к петруши-огороднику, который у меня лежит на дозаривании. Хочу показать вам, как он чувствует себя примерно через полмесяца. В конце сентября я снимала видео о поразительной выносливости томата петруши-огородник, но я имела в виду, показывала больше листья, что листья, вся ботва зеленая, такая яркая, изумрудная, что она не подвержена заболеванию. И там же рядом, я показывала, стояли 3 лотка вот эти вот с томатами петруши-огородник с зелеными. Я еще говорила, что смотрите, они на удивление все целые, несмотря на то, что уже у нас осень такая глубокая, конец сентября у нас уже осень в сибирском регионе. Сейчас хочу я вам показать, как он выглядит, вот этот петруши-огородник, который был полностью зеленый, через полмесяца примерно, но около двух недель прошло. И еще хочу уточнить, обратить ваше внимание, что это еще одно из достоинств этого великолепного сибирского сорта, что он очень хорошо дозаривается, что он не уходит в отходы, в отбросы. Все-все плоды дозариваются. И что удивительно, я вот сегодня попробовала, те томаты, которые поспели до конца, они были полностью все зеленые, они даже не сильно уступают во вкусе. Он такой же мясистый, такой же хороший. Некоторые вот томаты сорта, они краснеют, но сами твердые, вот как магазинные, как губка. А этот нет, этот мягкий, мясистый, я бы разломила, но у меня рука камеру держит. Но и так видно, смотрите, я их немножко опять разделила тут. Конечно, те, которые были большие и уже сформировавшиеся томаты, они поспели быстрее. А те, которые были, ну, совсем маленькие, они еще даже, вот которые последние маленькие, они еще вообще зеленые. Вот буду дальше за ними наблюдать. Ну, вообще, вот видно, как в общей массе почти все томаты поспели. И видно, что они все целенькие. При осмотре, я вот сейчас их перебирала, я не нашла ни одного гнилого плода. Все такие, видите, даже обычно у жопки начинается какая-то черная пятнышка или что-то. Вот тут была как трещинка. Изначально на кусту он треснул, видать, от жары. Даже трещина не загнила. Это значит, что, вот я читала статью, там написано, что никаких данных нет о сопротивляемости. Вот насколько он все-таки вынослив, насколько он сопротивляется, потому что никто сильно таких испытаний не проводит. Не будут же они укладывать на дозаривание, через месяц проверять. Нет, конечно, семена, вы сорт вывели, семена изобрели и все. Хороший сорт, его рекламируют. Но вот я теперь могу точно сказать, если я на будущий год буду говорить, что этот сорт хорошо дозаривается, почти не теряет во вкусе и почти не уходит в отход, я уже могу сказать так, положа руку на сердце, что проверено на себе. Петруша огородник дозаривался, и дозаривался очень долго. Если вот эти поспели через полмесяца, вот некоторые зеленые, может быть, даже месяц будут лежать, я еще через две недели приду сюда и посмотрю. Это у меня техническое помещение, где у меня все помидоры собраны и дозариваются. Их еще очень-очень много, и поверьте, не все себя одинаково ведут. Конечно, есть томаты, которые начинают при дозаривании и подтекать, и подгнивать, особенно вот большие, которые они не лёжкие, которые вот эти вот у нас крупноплодные такие громилы, их дозаривать очень сложно. А вот эти, я считаю, можно даже было в подвал спустить, и они бы целый месяц могли бы пролежать. И потом, когда была бы уже глубокая у нас осень, может быть, даже зима, мы бы их поели. На будущий год, значит, можно класть вот эти три лотка, которые я зеленые сорвала. Их надо было не оставлять здесь на теплом. Это у меня пристройка к дому, здесь очень тепло. Не оставлять на теплом месте, а спускать в подвал. Они бы все равно все созрели, но созрели бы намного позже. Возможно, что даже петруша пригоден для зимнего хранения. Всё. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот ещё раз я похвалила сорт петрушу огородник и показала вам на примере на своём, что дозревает очень хорошо весь чистый, весь такой, как... Вот даже те, которые ещё не дозрели, видите, они, ну, как в фазе меланжевой зрелости, как это называется, они тоже поспеют, жопки у всех сухие, даже нет признаков, они даже не хотят начинать подгнивать или там портиться. Никаких ни чёрных пятнышек, ничего. Все уйдут прекрасно в еду. Как раз сейчас сижу на диете, буду поедать, сижу на диете, буду поедать этого петрушу. До свидания. Очень вкусный он. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!